Уважение необходимо Перейдем к небольшим таким принципам. Вы можете считать, что это такие общие слова, типа уважение необходимо, честность обязательно, проигравших нет, но в них кроется сакральный смысл. Уважение необходимо, и начнем с него. Почему необходимо уважение во время дебата? Во-первых, потому что за это могут снять баллы, если вы не будете относиться корректно к своим, так скажем, оппонентам. Если вы не будете толерантны, если вы будете позволять себе выходить за рамки дозволенного, вас расшифуют по баллам. Это самое большое, что может с вами произойти. Минус 10 баллов, это критически для команды, потому что дальше вы даже за следующие пару раундов не отыграетесь по этим 10 баллам. Порой в дебатах 0,15 даже играют большую роль для того, чтобы получить победу. Честность обязательно. И здесь нужно уже мыслить шире и глубже. Честность обязательно потому, что если вы сами не верьте в то, что вы говорите, вам никогда не поверит аудитория. И если вы не честны сами с собой, либо не честны с аудиторией, то судьи вряд ли вам поверят. А самая главная цель дебатов – это убедить судей в том, что вы правы. И если вы этого добились, то вы выиграли. Если вы этого не добились, вы проиграли. И проигравших нет. Почему нет проигравших в дебатах? Во-первых, потому что вы тот самый смягчак, который решил выступить и прообретаете свои навыки. Дебаты – это, так скажем, разновидность искусства. Конечно, я сторонник того, что дебатам можно научиться, но есть, так скажем, какие-то области знаний, области умений, которым вы не научитесь. Даже если вы дебатер уже восемь лет. И тем самым дебаты – это как умение играть на флейте. Если вы играете много, усердно и больше, и дольше, то вы будете играть лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!